СПОРТ 250 участников практически со всей страны, от Горного Кавказа до заснеженной Якутии. В основном здесь настоящие бизоны борьбы юноши, мастера спорта, либо кандидаты. Кстати, в Абакане подобного рода соревнования последний раз проходили в далеком 85-м году, но а нынче нашу республику представляют 30 спортсменов. Однако, поскольку первенство только стартовало, о каких-либо результатах говорить еще рано. Такие соревнования проводим, чтобы смотреть резерв сборной России. Сейчас в команде представителей приказа не имеется в сборной? Да, нет. Пока нет. Надеемся на эти соревнования, но все получится. Прямо на заборе художественной школы в Абакане повис пешеход. Да, именно так вот среди водителей называется этот знак. Впрочем, в таком виде от него вряд ли будет толк. А ведь здесь, помимо художественной школы, есть еще и детский сад. Но, как уверил нас местный дворник, это совсем не проделки художников-авангардистов. Это он сбили, он на углу висел. Вот его сбили. Видишь, машин сколько. И сюда притащили. Там под ногами он был. Беспорядок, по мнению местных жителей, творится и на Ерыге на 34. Еще летом здесь появилась новая многоэтажка, но вместе с жильем людям досталась целая куча такого вот строительного мусора. По их словам, убирать ее никто так и не торозится. Ни в подъездах, ни в доме, нигде никто ничего не убирает. Не знаем, как мы будем сейчас платить за коммуналку. Конечно, это все придет за обслуживание, соответственно. И куда идти, и с кем ругаться. Ну, а на этом мы завершаем свое дежурство мобильной группы. А вы, если увидите что-то интересное, подозрительное и необычное, обязательно звоните нам, 3-2-700. Приедем и покажем. Константин Кравцов, Дмитрий Корнилов. Новости, 7-й телеканал. Продолжение следует.